Футболисты самарских крыльев Советов не проигрывают уже 10 матчей подряд. В 16-м туре ФНЛ подопечные Игоря Осенькина одолели Волгарь на домашнем поле. В первом тайме хозяева предприняли несколько попыток, чтобы вскрыть оборону гостей, но астраханцы не позволили распечатать свои ворота. Все изменилось после перерыва. На 57-й минуте Станислав Антипин парировал удар Александра Гацкана. Первым на добивание оказался лучший снайпер лиги Иван Сергеев. Нападающий открыл счет в матче. На 79-й минуте самарцы реализовали стандарт. Гацкан откликнулся на передачу Юрия Горшкова и отправил мяч в сетку головой. Точку под занавес поединка поставил все тот же Сергеев. Он снова оказался самым проворным на добивании после исполнения штрафного удара. Как итог, 3-0 на табло. После финального свистка футболисты и тренер поделились своими впечатлениями от игры. Мы чуть первый тайм провалили, но, конечно, второй тайм вышли с другим настроением. Тренер сказал, где надо подправить что, и мы показали, что мы боремся только за первое место. Во втором сумели переломить ход встречи. Спасибо игрокам, болельщикам. Тоже гнали. Чуть подсвистывали, конечно, но это было понятно, потому что первый тайм совсем не удался. По словам Игоря Осенькина, Волгарь оказался крепким орешком. К тому же крыльям советов не хватило свежести. Астраханцы могли переломить ход встречи во втором тайме, но удача в этот вечер улыбнулась самарцам. Когда повели, особенно при счете 2-0, прям вот несколько тоже моментов, в том числе стандартов, которые раньше мы обычно не допускали, мы позволили сопернику. Наставник гостей заявил, что астраханцев подвела плохая реализация. После 16 туров крылья советов занимают третью строчку в турнирной таблице и отстают от первого места всего на 2 очка. ФНЛ возглавляет Оренбург. Уже в эту среду самарцы встретятся с командой из премьер-лиги Волгоградским ротором на групповом этапе Кубка России. Матч пройдет на Самара-арене. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Анатолий Головко, События.